Международный союз конкобежцев ICU рассмотрит вопрос о поднятии возрастного ценза в женском катании до 17 лет на Конгрессе в 2021 году. Сейчас спортсменки могут выступать во взрослых соревнованиях с 15 лет. Федерация фигурного катания Дании еще в прошлом году выносила вопрос о поднятии ценза на рассмотрении ICU, но тогда союз решил не обсуждать это предложение. Сейчас же глава ICU Ян Дайкма сообщил, что организация все-таки решила обдумать поднятие ценза на Конгрессе в 2021 году из-за самоубийства 20-летней австралийской фигуристки российского происхождения Екатерины Александровской. ICU через национальные федерации пытается получить информацию, которая может привести к пересмотру определенных правил и процедур, особенно связанных с применимыми возрастными ограничениями. Помимо возможного включения Советом ICU этого вопроса в повестку Конгресса 2021 года, некоторые федерации и члены ICU также заявили о своем намерении сделать это. Следовательно, скорее всего, дебаты по этому вопросу пройдут во время Конгресса 2021 года, рассказал Дайкма. Если предложение будет принято, то, скорее всего, вступит в силу после Олимпиады 2022 года в Пекине. Алина Загитова снимется в кино. Олимпийская чемпионка сыграет саму себя в японской версии фильма «Пальма». На российские экраны картины выйдут уже в октябре. Там фигуристки не будет. Режиссер – сын известного актера Александр Домогаров-младший. Сюжет основан на реальных событиях, случившихся в 1970-е годы в московском аэропорту Внуково. Собаку не пустили в самолет из-за отсутствия справки. Хозяин долго уговаривал экипаж взять питомца на борт, но не уговорил. И улетел без него. А овчарка, которую прозвали Пальмой, осталась жить в аэропорту два года, прождав хозяина. Похоже на хатика? Домогаров-младший, отвечая на многочисленные вопросы о сравнении с японской картиной, отмечает главное различие. Там герой умер, а здесь у хозяина был выбор, что добавляет в сюжет сложную психологическую линию. Японским продюсерам понравилась история Пальмы, и они захотели версию фильма для своей страны. Я до последнего не понимал, как именно продюсеры хотят интегрировать свою историю в нашу картину, и переживал из-за сравнений с хатика. Японцы же наоборот культивируют это сравнение. Им хотелось, чтобы история нашей Пальмы соприкоснулась с историей хатика, рассказывал режиссер в интервью «Комсомольской правде». Японская версия будет глобальнее, чем российская. За нее взялся местный продакшн. Фильм называется «История Акиты и Пальмы». Эта лента будет своего рода продолжением рассказа. Туда войдут дополнительные сцены, снятые в провинции Акита на острове Хансью с участием российских и местных актеров. Главное новшество. На экране появится отец режиссера Александра Домогаров, которого в Японии отлично знают и любят по картине «В плену у Сакуры». Японским продюсерам понравился сценарий фильма, и через моего отца меня спросили, что я хочу включить в японскую часть фильма. Когда я получил запрос, я сначала растерялся, так как у России и Японии разные культуры, менталитет и языковые нюансы. Но история фильма общая для всего человечества. Поэтому мы решили работать вместе. Японцы хорошо понимают рынок и знают вкусы аудитории, отмечает Домогаров-младший. Главная новость для болельщиков фигурного катания. В японской версии фильма появится олимпийская чемпионка Алина Загитова. Фигуристка вместе со своей собакой породы Акита Ину по кличке Масару сыграет саму себя. Мы решили, что Алина Загитова появится со своей собакой Масару. Загитова хорошо известна в Японии и имеет множество поклонников. В фильме она играет саму себя, добавляет режиссер. Как пишет группа болельщиков Алины, ссылаясь на производителей фильма, съемки с участием фигуристки проходили в марте 2020 года в Москве, незадолго до того, как в стране случилась вспышка коронавируса. Съемки завершились без происшествий. Масару симпатичные и хорошие, дисциплинированные, написал один из создателей картины у себя в блоге. Ожидается, что японская версия фильма выйдет на экраны летом 2021 года, примерно через 9 месяцев после российской. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Шома Уно будет выступать в сезоне 2021 с программами прошлого сезона. Короткая программа Уно поставлена на композицию Great Spirit Армина Ван Бюрена, Highlight Tribe и Винни Вичи, произвольная Dancing on my own Колума Скотта. Уно продолжает тренироваться в Швейцарии под руководством Стефана Ламбьели. В ближайшее время я отправлюсь в Швейцарию, где продолжу подготовку. После долгих раздумий в этом сезоне я решил выступать с теми же программами, что и в прошлом. Отчасти из-за того, что я тренировался вдали от Ламбьели, и мне было трудно взяться за новые программы. И отчасти потому, что нынешние программы становятся лучше на втором году. В Японии мне удавалось очень хорошо тренироваться, так что нет никакого беспокойства. Я буду продолжать делать все возможное и с нетерпением жду возможности выступить перед публикой, написал Уно. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что Алена Косторная не должна быть наказана за переход к другому тренеру после закрытия трансферного окна. Отстранение Косторной невозможно. Алена же не крепостная, правда? Она страну не меняет, она выступает за Россию. Косторная – лучшая спортсменка России. Разве она в цепях? Не имеет права решить, у кого тренироваться? Бред! Должны быть подписаны контракты. Спортсмен может сменить тренера в любое время года. Если ему некомфортно, рассказала Бестемьянова. Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Вербух поделился мнением о дискуссии, возникшей после его слов о преимуществах контрактов между спортсменами и тренерами в фигурном катании. Илья, после вашего выступления за введение контрактов между тренерами и спортсменами в фигурном сообществе возникла острая дискуссия. Следите за ней. Да, и хочу сказать, как уже у нас все-таки любят вырывать из контекста. Спасибо тем, кто поддержал. Но некоторые пишут, что я чуть ли не призвал дисквалифицировать Косторную на год. Я сказал лишь о необходимости четких правил переходов, в которых могут быть пункты о пропуске сезона. И вот если бы эти правила действовали, Алене в самом деле пришлось бы уходить на перерыв. Сейчас она будет выступать, и всяческих ей успехов, как и остальным. Просто нужно понимать, нынешние правила переходов позволяют заниматься тем, чем занимался бизнес в 90-е. И это может привести к монополизации рынка фигурного катания двумя-тремя кланами. Ящик Пандоры уже открыли, и у нас мало времени, чтобы что-то исправить. Закабалить фигуристов никто не хочет, просто нужны четкие правила игры, отметил Авербух. Также Илья Авербух рассказал о новой произвольной программе бронзового призера чемпионата мира 2018 года Михаила Калиды. Илья, недавно Татьяна Мишина говорила о том, что вы заняты на ледниковом периоде, и пока не можете поставить произвольную программу Калиде. А это ставит вопрос о том, что делать с прокатами, до которых всего ничего. Информация уже не актуальна. Примерно 10 дней назад я был в Петербурге, и мы поставили Мише программу. Не получилось, правда, совпасть по времени с Алексеем Николаевичем Мишиным. Он был на юниорских прокатах в Новогорске, но я поставил всю программу. Начали мы работать в Москве, на катке, где проходят съемки ледникового периода. Затем я уже приехал в Петербург и доделал ее. Можете рассказать, в каком образе предстанет Михаил? Совсем ином по сравнению с прошлым. Музыку предложил сам профессор. Она из кинофильма «Белый ворон» о Рудольфе Нурееве. Мише программа очень нравится. Мы увидим не того Мишу, который мы привыкли его видеть. То, что был пропущен сезон, сказывается. После такого сложно входить в форму. Но он много пашет на тренировках, работать с ним было большое удовольствие. Он готов ко всему новому. Конечно, Алексей Николаевич всегда вносит определенные поправки в программы. Ему виднее. И исполнение элементов – это в нынешнем фигурном катании главное. Но так или иначе, программа сделана. Основная идея воплощена в жизненном пути Нуреева. Стремление к мечте, своему главному танцу, своему солнцу, если угодно. С сохранением веры в себя. Илья, а насколько Михаил технически готов к сезону? Четверные вы застали? Честно, лично я четверных не видел. Но они есть в программе. Запланированы и не один. Также и тройные аксели. Программа по контенту серьезная. Дальше Алексей Николаевич будет усложнять, исходя из самочувствия Михаила, если сочтет нужным, сказал Овербух. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok